итак с момента того как мы поставили наш сок бродить прошли сутки даже где-то полтора и вот мы открываем и смотрим как понять что все это забродила если все пребывает в таком состоянии как мы и оставили значит ничего не бродит как только начинает бродить смотрите появляется шапка наша задача сейчас эту шапку регулярно мешать сверху я накрываю просто любой тряпочкой чем угодно чтобы туда не туда мухи дрозофилы потому что им же очень вкусно вот это вот все и наша задача сейчас регулярно вот так вот помешивать может быть какие-то знатоки скажут что обычно из белого винограда готовят белое вино и только по белому способу ну я вам пока рассказывала в первой части что мы готовим по красному способу настаивая на мязге этот способ уже мой проверен в прошлом году я такой вино уже делала получается очень вкусно ароматный и хороший продукт соответственно на своем опыте я и рассказываю и конечно у вас это может быть виноград не только белый но и красный любой который вы сможете найти то есть я рассказываю классический способ приготовления хорошенько я сейчас перемешаю и вновь закроем сколько дней держать во первых вот это вот помешивание хотя бы два раза в день потому что если шапка здесь становится плотно и там не поступает воздух то ваша ваш продукт рискует превратиться в уксус и также еще однажды у меня такое случилось один день я просто поленилась помешать утром и к вечеру где-то попалась видна ягодка с какой-то плесень к вечеру меня пошла сверху плесень конечно я продукт спасла я это убрала поставила дальше регулярно мешала и все таки брожение спиртовое она погасила все вот эти вот негативные явления но тем не менее я вам рекомендую хотя бы два раза в день а если вы это будете делать три раза в день то это тоже будет хорошо вопрос сколько держать вот от того момента когда у нас появилась эта шапка мы держим три-четыре дня чем дольше мы держим тем ароматные вещества кислоты цвет со шкурки больше переходит в сок но больше пяти дней я держать не рекомендую в этом нет необходимости не надо вам столько терпкости но конечно в этот момент вы можете немножко пробовать и смотреть насколько вы бы хотели то есть от трех до пяти дней будет вполне достаточно и так с момента того как наша сосла забродила прошло четыре дня регулярно я его помешивала и теперь настало время даже посмотрите как еще понять вот становится очень отчетливо видны косточки и сворачивается шкурка все дальше уже держать как бы нет смысла ну как правило то что 4 максимум пять дней можно держать чуть меньше особенно терпкие и синие сорта регулируете и цвет насыщенность будущего вина значит сейчас я вот это вот прямо нам надо отсидеть ну чтоб удобнее было шапку мы снимаем отдельно а дальше уже процеживаем сок и все остальное можно отжимать например на прессе чтобы минимизировать потери соковыжималки не подойдут поскольку они дробят косточку ну либо как-то вручную отжать отсидеть еще такой момент вот из этой вот штуки густой можно еще поставить так называемое вторичное вино ну про него я расскажу отдельно в каком-нибудь видео что это такое как это делать классическом рецепте приготовления вина мы сейчас вот это вот все отсаживаю просто удобно вот поскольку шапка густая мы не перемешиваем перед тем как отсыдить снимаем шапку сливаем сок но остальное уже отжимаем на том на чем нам удобно в принципе сегодня очень много на рынке предложений различных видов пресса поэтому если активно занимаетесь можно приобрести либо если у вас небольшие объемы то можно и руками отжать вот наше сусло уже отцежено как видите вот сколько получилось это 10 литровая бутыль с прессом еще экспериментируем поэтому я так предполагаю что еще литр можно будет отжать уже это не показан значит отжали сок поместили в какую-нибудь емкость в идеале все-таки иметь емкости стеклянные можно конечно ставить бродить в пластиках но используют большие бутыли от воды такие есть большие бутыли от пива но честно говоря лучше все таки использовать стеклянную посуду в принципе магазины на сегодняшний день предлагают выбор конечно это не очень дешево покупайте при бережном отношении в принципе один раз и так залили и надо плотно укупорить поставить под гидрозатвор что касается гидрозатворов многие привыкли и стандартно знают что можно ставить под перчатку честно говоря не советую почему ну понятно что раньше например просто довольно сложно было купить какие-то другие приспособления поэтому ставили под перчатки бурное брожение будет 2 3 4 максимум там 5 дней когда перчатка надувается вплоть до того что ее может порвать после этого она начинает опускаться и эти дырочки что вы проделали изначально для выхода воздуха они уже начинают способствовать тому что воздух будет поступать внутрь и соответственно может даже там и начаться какой-то уксусное брожение потому перчатка для этих целей все-таки подходит крайне плохо гидрозатвор можно сделать самому то есть какая-то пробка дальше например трубочка которую мы опускаем в воду кстати по гидрозатвору очень легко будет отслеживать само брожение и тот момент когда она становится по перчатке вы этого не увидите что повторюсь сначала она у вас надутая после этого она практически будет такая вяло-вяло и понять это будет очень сложно так вот гидрозатвора бывают различных конструкций повторюсь можно сделать самому можно купить в специализированных магазинах сейчас широчайший выбор всего вот эти тоже много где продаются стоит копейки на самом деле на алиэкспрессе заказать тоже за копейки придет все это доступно есть гидрозатвора специально даже под широкое горло по 3 литровые банки даже бывает в хозяйственных магазинах продаются и не тоже бывают нескольких конструкций разных низкие высокие то есть это купить вообще не проблема и так значит про гидрозатвора поговорили пробку плотно закрыли кстати пробки силиконовые мы тоже заказывали на алиэкспрессе но они конечно не очень дешево но в принципе по цене доступны все наливаем водичку наш гидрозатвор вот смотрите уже уже видно что брожение идет разный уровень первое время нам будет очень так весело интересно булькать все в таком состоянии ну понятно я с улицы переношу в дом в тепленькое место чем-нибудь накрываю чтобы не попадал свет свет нам не нужен и оставляю недели на 3 периодически проверяя уровень воды потому что вода так или иначе будет испаряться соответственно надо будет подливать ну вот недели 3 она у нас будет бродить а дальше будем смотреть как она будет себя вести